Всем привет! Опять The Brush 2019 и вот такая тема будет. Но прежде чем сказать что да как, решён ещё один вопрос. Это вот в Ликбокс вот этот QuickSave. Вы видите, что я уже удалил те работы, которые здесь были валом. И вот какое решение этого вопроса. Всё быстренько, преференции, открываем QuickSave. Вот здесь вот, в преференциях. И вот здесь есть максимальное, короче, количество вот этих вот работ. Duration. Вот тоже. Можно ставить 267 и так далее. Ну вот, выберите сколько вам надо, 9, 8. И в принципе вот кнопка Delete QuickSave. Это вот, если у вас много сохранений уже есть, вы можете очистить историю. Ну, в принципе, всё. Вот вопрос решён. Все вопросы закрыты. По прошлым видео я показывал, как сделать колоннаду. И давайте сейчас разберёмся, как сделать быстро базу для колонны. Да, там не изъёживаться, что-то не вычитать. А вот просто красиво сделать базу, быстренько. В этом мне помог подписчик. Ему спасибо. И вам, может, будет полезно. Я лично об этой программе не знал. Давайте разбираться. Smoothie 3D. Работает она очень просто. Кто работал в The Brush или в другой уже программе, там даже в Sculptures, да, вы здесь быстро разберётесь. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Я вам сейчас быстро покажу, как сделать базу и расскажу маломальски, как тут всё делается. Нажимаете режим для работы. Вот зеркалка. И вот начинаете вот отсюда вот так вот. Кстати, вы видите, её можно в бок вводить, если на неё направлять. И вот вы начинаете вот отсюда где-то рисовать. Ну, приблизительно где-то вот так. Там где-то вот так, вот так. Короче, вот так вот вы делаете. И вот такая у вас база получается. Быстренько всё. Классно, да? Переделать её, конечно, можно. Но вот только вот этим вот вытягивать. Здесь, короче, можно сплюснуть вот так вот, вытянуть вот так. И, в принципе, увеличить и перенести. Вот так вот. Можно также работать вот этой полоской разделительной. Она делает вот широкую модель, делает вообще вот, если вы будете приближать вот такую вот модель, допустим, если её обрезать, можно куда-нибудь на здание прилепить там полукругом или ещё как-то. Так. Всё это нормально. Всё это понятно, да? Здесь вот в боку тоже есть регулировка, поворот оси X, Y, Z и, короче, твист. Её можно вот так перекручивать, как гайку и так далее. Здесь у нас дублирование, удаление, сброс, симметрия, X, God, Z. Короче, можно дублировать, делать зеркалку 2 штуки, 3 штуки. Ну, вы тут понажимаете, разберётесь вам. Вот это окно, это можно вот двигать её. Крутить, вертеть вот здесь вот. Если вы вот эту кнопку нажмёте, режим вращения, то можно вот просто крутить. Вот так вот нажимаете. И погнали плюсом. И вот такое дело идёт. Выравниваете так. Здесь сбоку у вас идёт, короче, с разных ракурсов просмотр. Вот вы нажимаете, и она вертится, крутится. Вы её рассматриваете вот по центру. Здесь есть добавить текст, добавить конус, короче, куб, сфера и цилиндр. Также можно добавить вот текст. Так, давайте сначала посмотрим, как вот это всё сохраняется. Вот здесь есть обмен. Вы нажимаете, и вот импорт из OPS или CTL. Можно свою модель всё загружать какую-нибудь. Экспорт в CTL, экспорт в OPS. Вот нажимаем в OPS. И сейчас её закинем вот эту вот штуку на The Brush. Так. Также тут можно вставлять изображение. С изображения делать, короче, модель полноценную. Это видео вы посмотрите уже в YouTube. Не буду на это акцент делать. Вот просто знакомство с программой. И вот такой вариант, как сделать модель. Тут можно и колонну, конечно, сделать. Просто добавить цилиндр. Вот так вот. Здесь его можно, допустим, вот так вот передвигать, устанавливать. Потом здесь можно его вот так вот уменьшать. Здесь, если что-то, косяка в пароле удалить. Жмёте «Да». Ну, в принципе, вот такая вот штука тут получается. Вот мы опять в The Brush. И давайте загрузим эту модель. Зайдём в загрузки. Она именно туда сохраняет. И вот откроем какую-нибудь модель. Вот так вот. Вытянем. Вот так она выглядит. В принципе, вы её крутите, вы видите, какой у неё внешний вид, как она выглядит. Не ахти. В этом вам поможет. Так. «Display Properties» и сделать дубликат. Вот такая штука. Заходите в «Геометрии». Жмёте, допустим, так, «Dynamesh». Вот такая штука. Вот сетка поменялась. Можете добавить и дивайдов. И можете, допустим, их удалить. И вот так вот всё это дело выглядит. Жмём «Display Properties». Отключаем дубляж. Вот такая система. И вот так вот работает модель. Вот такое дело. Также её можно... «Trim Rect». Вот так она обрезается. В принципе, всё работает. Давайте теперь сделаем ей «The Remesh». Вот такая, в принципе, получается база. Прикольная. Всё работает. Можно её установить на колонну. Сделать более другой вид. Изменить что-то. И так далее. Вот такая штука. Быстро, прикольно. И без головоломки. Вот так вот. Пользуйтесь. Вот такая информация в этом видео. Ещё раз хочу сказать спасибо всем тем, кто делится информацией. Она очень нужна. И надеюсь, подписчики, которые эту информацию искали, и здесь вот, допустим, нашли, в принципе, вам скажут спасибо за это. Так, всё. Всем до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok